Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Сегодня мы с вами обратимся к паблику «Письма к самому себе» Олега Цендровского. Напомню, что этот автор является админом паблика «Философия», который недавно был также раскритикован на нашем канале. А, собственно, «Письма к самому себе» — это паблик с статьями, которые носят преимущественно околофилософский характер. Все эти статьи посвящаются разного рода темам, которые, в принципе, не ущита достойной философии. Быть, а не казаться, как выйти из зоны комфорта. Только всё это как бы преподносится именно с точки зрения философии, такой большой якобы. Автор Олег Цендровский обладает некоторыми философскими компетенциями. Безусловно, он получил степень кандидата философских наук и представляет собой нормального исследователя, так скажем, приличного. А, скорее всего, не просто так получил свою степень и действительно проводит свою работу качественно с точки зрения преподнесения информации. Также обратим внимание на то, что он в этих вот статьях, на самом деле, темы которых крайне ванильные и, скорее всего, направлены на широкую аудиторию, а не на серьезных, в общем-то, исследователей. Вот все вот эти вот попсовые дешевые статьи, которые он управляет непонятно вот к кому, к какому-то адресату, который философия не интересуется, все они составляются отсылками к философским темам. С этой точки зрения почти его все статьи, они хороши. Но они плохи именно выводами. Те выводы, которые он в итоге делает, они как бы соответствуют идеям вот этих девочек из Инстаграма каким-нибудь, не знаю, ТП. К сожалению. К сожалению, да. Ну, мы возьмем сейчас вот такую статью, ту статью Олега, которая не касается непосредственно философских проблем. Возьмем именно важную, 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 важную информацию. Важную статью, которая говорит о том, какие книжки людям нужно читать. 15 работ, дающих точку входа в философию. А, насколько же, да, Олег даст нам вот эту точку входа, вот, точка входа в философию. Как он нам ее даст? Что он нам решил преподнести? А как же нам войти в философию? Вот мы никогда и не занимались, не знаем, что это такое. Что нам нужно сделать? Ну, балабольство сначала очень массивное. Это все, да господи, серьезно, больше третьей статьи посвящается актуальностям, дружище. Ладно, это научная, научная фишка, хорошо, допустим. Правила, правила чтения, да. Одним из древнейших способов добычи золота является так называемая промывка или намывание. Ну, вы видите, да, воды много нагоняет друг наш. А, ну, это все не так важно. Продолжая. Второе правило, множество людей испытывают вторжение книгами, идеями мировоззрения. Да, все это надо решить, конечно. Более современного человека, все еще более технологии. Технологии прям убивают нас, конечно, безусловно. Это деградация способности сосредоточения. Это, кстати, очень тоже банальная мысль. Очень банальная мысль, которая форсится сейчас в философском сообществе. Это довольно странно. Ну, неважно. Куча банальностей пока. Но банальности эти не так критичны. Сейчас дойдем до книг непосредственно. Германифтический круг, да, прям все. Мы верим во все философские догмы, но хорошо. Мне хорошо известен процесс, например, ресурс-сознакомство с Ницше. Самый худший выбор для начала из возможных. Я, разумеется, понял очень мало. Заратустра ведь такой тяжелый текст, что в 14 лет он понял очень мало. Он, наверное, читать не очень умел. Потому что Заратустра, ну, не очень сложный текст с точки зрения и философии, и даже художественной литературы. Это хороший, хороший, качественный текст, который можно прочитать. Так. Ладно, неважно. Продолжаем. Вот, вот книжки. Какие книжки советует Олег? Олег советует Артура Шопенгауэра «Афоризмы житейской мудрости». Это, наверное, самая худшая книга Шопенгауэра, так скажем. Она не даст вход в философию. Ну, это что-то в духе... Это хуже афоризмов Ницше определенно. Потому что Шопенгауэр не был ориентирован на афоризмы. Его основные тексты – это просто громадные, громадные тома. В общем-то, да. Так, как громадные два тома, посвященные, в общем-то, проблеме иллюзорности нашего мира и воли. Вообще, существование воли. А существование воли – это текст большой, хороший его текст. Афоризмы житейской мудрости. Какая-то точка входа для философии. Почему первый именно Артур Шопенгауэр, очень поздний мыслитель, я, честно говоря, не понимаю. Ницше... Ну, ладно, Шопенгауэр – еще философ. Это хорошо, допустим. Допустим, и это очень простой текст. Допустим, пусть. Пусть читают. Это точка входа почему-то именно. Ну, я не думаю, что с этого текста можно как-то войти в философию. Потому что вот этот текст, он не специфичен ни для философии, ни для самого Артура Шопенгауэра как такового, в общем-то. Как бы, вот, это не поможет войти и в философию Артура Шопенгауэра с Одессера, да и в философию тоже не поможет. Фридрих Ницше. Человеческое, слишком человеческое. А вот этот сборник афоризмов довольно-таки сложный, по-моему, для ознакомления. Ну, то есть, Человеческое, слишком человеческое, действительно, один из самых основополагающих текстов Фридриха Ницше. Да, безупречная художественная форма, там, да-да-да-да-да-да-да, все это такое. Он значительно сложнее текста, так говорил Заратустра, сложнее текста веселого наука, ну, возможно, вот по ту сторону добра и зла тоже вот сравнимый тяжелый текст. Вот начинать изучение философии с человеческой, слишком человеческой, по-моему, как раз и сложнее, чем Заратустра. Но, опять же, Ницше поздний философ, он еще позже Шопенгауэра, как бы, существовал, и поэтому начинать с него тоже странно. Ну, да, нравственные письма, Калуц. Ну, ладно, это еще хотя бы философские тексты, ну, морализаторство. Опять же, не специфический философский текст, от человека, который, скорее, представляет собой не какого-то оригинального философа, не какого-то мыслителя, а человека, который подводит некоторые нравственные итоги греческой философии. Уже в Риме, собственно. Не рекомендую. Ну, именно начинать с этого тоже не рекомендую. Это поздняя античность, и это не даст представления об античной философии почти никакого для человека, который, в общем-то, не знает. Например, диалоги Платона, которые здесь есть, это хороший совет. Диалоги Платона следует читать. Диогена Лаэрского следует читать, действительно, подчеркиваем, правильно, верно. Эрик Фрум. Психоаналитик, причем не первого порядка. Книжки очень ванильные. И к философии имеют отношение довольно сомнительные, да и к психологии тоже. Ну, в общем, Эрик Фрума советует для входа в философию. Зачем? Смысл? Ну, то есть, это вообще никакой не вход в философию. Олдекс, Олдекс, Хаксли, Контерпункт. Ну, все, вот здесь пошли уже писатели непосредственно. Да-да-да. Будем хвалить, какие они философы. Достоевского еще можно. Почему? Он же суперфилософ. Толстой суперфилософ. Давайте, в общем, весь список из художественной литературы составим. Это же отличный вход. Эпиктет. Тоже текст не очень специфический для философии. Опять же, Эпиктет один из поздних стойков. Почему вообще стойки? Почему два стойка у нас здесь присутствуют? Что за упор на стойцизм у автора? Это довольно странно. Ну, с корней хорошая книга. Хорошая, оригинальная, интересная. Но, опять же, не специфическая для китайской философии тоже. Здесь написано. Идея находится на пересечении буддизма, дзен-буддизма, даосизма, конфуцианства. Ну, возможно. Но лучше читать непосредственно, даосов непосредственно, да, лао-цзы читаем. И джуан-цзы, например, читаем. Конфуцианство читаем, в общем-то, суждения и беседы, конфуция. Буддизм и дзен-буддизм читаем, тоже буддийские специфические тексты, и все как бы понятно. А вот эти вот все пересечения странные, это что-то уже... Причем автор 17 века, простите. Очень-очень-очень странный выбор. А, вот, Достоевский, все, писатели пошли, конечно. Вот, Пелевин, смотрите, здесь еще и Пелевин есть, конечно. Куда же без Пелевина? Великий, великий мыслитель, да, Ларшфуко. Тоже, понимаете, какие-то вторичные личности, получается, для вхождения в философию. Но это все не так уж и важно. Давайте про Пелевина немного поговорим. Пелевин, человек, который в философии не понимает ничего. Ну, то есть, он не имеет понятия, что происходит, в общем-то, в философской среде, и он его критикует. Пелевин, это не человек, который является частью философского дискурса. Тексты Пелевина не имеют четкой, как бы, такой тоже философии. Конечно, он не глупый писатель, это не глупый человек в целом. Что, кстати, очень редко для создателей художественной литературы. Он человек не глупый. У него есть некоторые свои идеи. Но его отношение к философии в целом, значит, это отрицательный характер. Причем, этот отрицательный характер основан на непонимании того, что такое философия. Он думает, что, не знаю, профессора такие толстые, жирные, сидят и ничего не делают. Все, как бы, и мыслят. Вот его критика философии. Прекрасно, как бы, отлично. Спасибо, Пелевин. Это очень, очень сильно нам всем поможет войти в философию. Достоевский. Достоевский. Кто такой Достоевский? Православный фанатик, в общем-то. К философии не имел никакого отношения. Сформулировал доктрины национализма русского. Милитарист в целом. Ратовал за захват, в общем-то, Константинополя. Прекрасный человек абсолютно к философии. Имеет очень, 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 очень передовое отношение. И все философские доктрины, кроме православной, отрицал. Даже Раскольников его, как персонаж, возможно, списан со Штырнера. Ну, или с человека именно мыслящего, у которого есть какие-то идеи философские. Но они оказываются неправильные на фоне великого православия. И поэтому, в общем-то, Раскольников постепенно сходит с ума. И ему приходится раскаяться по образцу, в общем-то, правоверного христианина. Прекрасный, прекрасный вход в философию, честно говоря. Это тексты, которые, наоборот, могут нас отвратить от философии. Ларшукова, непонятно зачем. Опять моральные размышления, очень много всего морального. Советы очень-очень плохие. Наверное, даже вредные советы. Экзюпери. Опять писатель. Я не говорю, что Экзюпери плохой писатель. Я не говорю, что он глуп. У него даже в маленьком принце содержатся такие философские идеи, которые, в принципе, во многом опережают даже свое время. Но он не философ. У него нет чисто философских текстов. И Цитадель это не чисто философский текст. Это не специфично все для философии. Марк Аврелий. Да, да, да. В общем, подборка из вторичных философов или очень вторичных их текстов. Единственное исключение, ну ладно, два исключения есть. Ницше. Человеческое, слишком человеческое. Хороший текст, но он сложнее Заратустры. Шопенгауэр. Очень вторичный текст взят. Плохой и нехороший для... Ну, непоказательный для Шопенгауэра. Диоген Леерский читать обязательно. И Платон. Платон. Диалоги. Да. Да, вот. Вот три. Три текста из 15 я вам рекомендую почитать для входа философии. Диоген Леерский. Начните с него. Потом Платон. Ну, Ницше. С Ницше по-пою я бы рекомендовал тоже начать, потому что человеческое слишком человеческое. Нет. Не-не-не-не-не. Это слишком довольно сложно. И вот финал. В финале у нас учебник, так скажем, Рассела. История западной философии. Это просто потрясающе. Да, конечно. Конечно. Чтобы войти в философию, нам нужно прочитать учебник Бертрана Рассела. На самом деле, это самый худший учебник, ну, так скажем, учебник, это пособие. Самое худшее пособие по истории философии, которое я видел за всю свою жизнь. Оно реально отвратительное. Все основные философы, которых он упоминает, а это Платон, это Аристотель, это Гегель, это Ницше и многие другие основные философы, изображены Бертраном Расселым как тотальные идиоты, в общем-то. Он свое мнение пихает просто вот-везде, везде, где только можно. Платон дурак, Аристотель дурак, не знаю, Гегель дурак, Ницше дурак, а вот, да Сократики нехорошие. Мне кажется, что Сократики хорошие, поэтому я буду их хвалить. А Платон дурак, поэтому я буду его ругать. И вот такой вот исторический текст по западной философии. А человек высказывает свое мнение. Можно было бы назвать текст не историей западной философии. Делать так, чтобы он не претендовал вообще на какую-то историчность. Тогда бы претензий не было. Но он называется историей западной философии. И к истории он имеет довольно-таки двоякое отношение. Очень такое неоднозначное. Текст очень плохой. Возьмем любой русский текст, любой русский учебник по истории философии. И там информация будет изложена намного лучше. А вот еще рекомендуется антисерии и реалия. Вот это западная философия от истоков до наших дней. Хороший посредственный учебник по философии в четырех томах. Рекомендую. Да, неплохо. Лучше всего брать Копплстоуна. Все, что найдется от Копплстоуна, все брать и внимательно читать. Это будет отличнейший вход в философию. Правда, посложнее. Также можно использовать учебники Колесникова. Это намного лучше Бертрана Рассела. Простите уж поклонники Бертрана Рассела. Он прекрасный логик, но в истории западной философии он был профаном. И зря попытался написать этот текст. И советовать его, по-моему, очень-очень неправильно. Причем, вот посмотрите. Не касается вилав о Гегеле и Ницше. Да, и демонстрируется абсолютное непонимание названных властей. Вообще, понимаете, Гегель и Ницше. Основные философы девятнадцатого века. Абсолютное их непонимание всего лишь как бы, да, у автора присутствует. Просто абсолютное их непонимание. И этот текст советуется. В пятнадцатом, между прочим. Отлично. Спасибо, спасибо, Олег, за советы. Действительно, из пятнадцати только три текста достойны внимания, так скажем, для человека, который философию не знает. И это довольно-таки плохо. Честно говоря, советовать читать Бертрана Рассела, вот эту вот книжку для того, чтобы знакомиться с философией, равносильно тому, чтобы советовать человеку, который вообще не разбирается в политике, почитать Майнкамф, чтобы он познакомился с политикой. Но то же самое с Расселом. Рассел придерживается определенной концепции и отстаивает ее, в общем-то, в своем тексте, в истории западной философии. Ну ладно, восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Спасибо. 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 Спасибо.